Опустим в водный раствор медного купороса два угольных электрода и подадим на них постоянное напряжение 3 вольта. При этом сила тока в цепи составляет 0,4 ампера. Электрод, который подключен к плюсу источника питания, называется анодом, а электрод, который подключен к минусу, называется катодом. Подождем несколько минут и вынем электроды из раствора. На катоде появился красноватый налет. Из раствора выделилась металлическая медь, которая раньше входила в состав медного купороса. Медный купорос это гидротированный сульфат меди Купрум-СО4. В воде молекулы сульфата меди распадаются на положительно заряженные ионы меди и отрицательно заряженные ионы СО4. При подключении электричества на катоде появились отрицательно заряженные электроны, а с анода часть электронов ушла, и он стал положительно заряженным. Теперь положительные ионы меди двигаются к катоду, а отрицательные ионы СО4 к аноду. На катоде ион меди соединяется с двумя электронами и превращается в нейтральный атом меди. Эта медь осаждается на поверхности катода, а от источника питания поступают новые электроны. А что же происходит на аноде? Оказывается, что аноду легче отобрать электроны у кислорода воды, чем у ионов СО4. При этом в растворе остаются положительно заряженные ионы водорода, так что анод оказывается окруженным раствором серной кислоты H2SO4, а из воды выделяется газообразный кислород O2. Посмотрим на анод. На нем действительно видны пузырьки газа. Это выделяется кислород. Часть его поднимается вверх, а другая часть вступает в реакцию с угольным электродом, образуя углекислый газ и постепенно разрушая электрод. Чем же определяется масса, выделившаяся на катоде меди? Чтобы выделился один атом меди, от источника на катод должны прийти два электрона. Значит, масса меди пропорциональна протекшему по цепи заряду. А этот заряд равен произведению силы тока на время. Это соотношение называется первым законом Фарадея в честь великого английского физика Майкла Фарадея, который установил его экспериментальным путем. Подвижные ионы имеются не только в растворах, но и в расплавах. Поэтому некоторые металлы, такие как алюминий, получают электролизом прямо из расплава их солей. Напряжение между катодом и анодом электролизной ванны составляет всего несколько вольт, зато протекающие токи достигают нескольких сотен килоампер. Производство алюминия требует огромного количества электроэнергии, поэтому его размещают около больших гидроэлектростанций.